Привет, меня зовут Анюта Журила, вы на моем канале, я рада вас приветствовать. Сегодня хочу порассуждать на тему жадности ребенка, жадности детей. Как и любая мать, я столкнулась с такой позицией ребенка, когда он начал жадничать. Я не помню точно, в какой период времени я это заметила по детенышу своему, но я увидела, что ребенок жадный у меня, не хочет делиться, не хочет давать не то, что мне, и другим детям, и бабушкам. То есть ко всем он проявляет жадность, то есть он держит возле себя и не хочет делиться. И я задумалась на эту тему, хорошо это или плохо. И, собственно, сквозь какую-то информацию я выделила для себя основные моменты и поняла свою позицию, с которой я готова сейчас с вами поделиться. Ну, рассказать, как бы, да, свою позицию, свое понимание в этом плане. Осмотрела я и психологов, и терапевтов разных, которые говорили о жадности, о этом свойстве, зачем человеку жадность, и вообще, как ребенок это все воспринимает. Вот, ну, что хочется сказать по поводу жадности, что это неплохо, это хорошо, когда ребенок жадничает, потому что он таким образом учится накопительству, сохранению своего, то есть получение своего и получение чужого, но не растраты своего. То есть он не будет размениваться и отдавать все последнее. То есть это такая черта, которая поможет выжить в любой ситуации. Понятно, что как родители мы, как бы, вроде как должны говорить, что вот надо делиться, что вот будешь делиться ты, поделятся с тобой. Но это при условии, если ребенок хочет поделиться, если он хочет проявить вот эту заботу, внимание своей дележкой. Как дети воспринимают вот свои вещи, и что для них жадность, как они это. Ну вот, например, разберем некоторые, да, такие ситуации. Вот, например, если ребенок не хочет делиться со своей конфетой, с мамой, то есть он имеет, по сути, право не делиться с конфетой, но мама может сманипулировать и сказать, вот давай ты поделишься со мной, ну вот как я делаю, ты поделишься, а я с тобой чем-то другим поделюсь. Ну, то есть идет обмен, то есть я ему предлагаю взамен что-то заинтересовать, чтобы он со мной поделился той же конфетой. И таким образом он готов делиться, когда я ему взамен что-то предлагаю. Иногда он просто видит выгоду свою и может сказать, мамочка, давай я с тобой поделюсь шоколадкой, а ты со мной потом поделишься вот этим. Ну, то есть он уже научился отслеживать вот эту свою выгоду, поэтому с ним сейчас легко договориться в плане поделиться какой-то едой. Что касается игрушек и детских площадок. Раньше я говорила, вот, Димочка, давай не жадничай, поделись игрушкой. А потом я поняла, что почему он должен делиться своей игрушкой, если ребенок этого не хочет. Ребенок воспринимает свою игрушку, как мы, например, свой лучший айфон десятый или сверх какие-то дорогие серьги какие-то, ну я не знаю, ну что угодно. Вот к нам подойдет какой-то дядька или тетка и скажет, Ань, дай мне свои серьги поносить, потому что они мне так нравятся. Ну, почему я должна давать свои любимые серьги какому-то дядьке или тетке, которые, ну, вообще первый раз вижу, или даже знакомым. То есть это мое личное пространство, это моя вещь, я хочу делюсь, хочу не делюсь. И да, это будет жадность, но это как бы личное пространство, личные какие-то границы. Или же телефон. Вот подойдет ко мне, я не знаю, друг и скажет, Ань, у тебя клевый телефон, давай поменяемся. У меня тут голимый кнопочный, у тебя клевый, да, давай поменяемся. Вот мне нравится твой телефон, ну, приехали, что я должна... Ну, как бы и дети это через игрушки воспринимают. То есть игрушка для него, это его айфон, его серьги, чьи ее серьги, то есть его ценная вещь, которую он не может поделиться и дать кому-то. Можно предложить ребенку поменяться, если ему будет интересно. То есть предложить ему обмен такой, чтобы он не чувствовал себя, что его, ну, ущербность, да, какую-то, что его заставили что-то там отдать. Вот, ни в коем случае, я считаю, не надо винить ребенка, что типа вот ты жадный, вот нельзя быть таким жадным, вот как начинают рассказывать со стороны, что вот начинают давить на ребенка психически, или как это правильно сказать, что вот типа ты жадный, а на-на, нельзя так делать и так далее. Но это неправильно с позиции родителя, мы же как поддерживаем детей и должны объяснять какие-то ценности в жизни, и вот жадность мы тоже должны объяснить. То есть он хочет делиться, хочет не делиться. Ну да, я учу, что вот поделишься ты, поделятся с тобой, что можно обменяться, что он может дать, может не дать свою игрушку, или что там он хочет поделиться, что он не может забрать у ребенка игрушку по собственному же желанию, потому что я понимаю, что у него жадность играет, что он хочет тут же ту игрушку, которую ребенок взял другой. Но он как бы, я ему тоже объясняю, что у того ребенка тоже есть свои границы, и он не обязан тебе давать свою игрушку, потому что это не твоя игрушка. То есть если к своим игрушкам и предметам я нормально отношусь и говорю, что да, ты можешь не делиться, не давать, но когда он хочет взять чужое, я ему объясняю, что если ребенок захочет, он тебе даст, если не захочет, он тоже может не дать, это его. Еще хочется рассказать, наверное, такой случай, когда совершенно взрослый человек, а это даже был детский врач, мы лежали в больнице, и детский врач подошел, и что-то Дима там агрессирует, он не хочет, чтобы к нему прикасались чужие люди, там студенты ходят, смотрят на него, и что-то он начал психовать, проявлять свои границы, так сказать, и доктору со стороны это не понравилось, и говорит, ой, дай печеньку, что ты там плачешь, дай мне свою печеньку, он такой, нет, я не дам вам печеньку, тебе печеньку, ой, ты жадный, вот представляете, взрослый чувак, доктор, детский врач, и ребенку маленькому, трехлетнему говорить, вот ты жадный, фу, не зажадничать, и я тут как бешеная мать просто взбесилась внутри, да, я попыталась корректно высказаться этому доктору, но мне кажется, по моему выражению лица и по моим чертам лица, все было понятно и видно, что я просто его сейчас закопаю там на месте, потому что, ну как же можно так чужого ребенка гнобить при других, типа, мол, ты жадный, как там он начал как-то обзываться, и я ему очень так грубо, но корректно попыталась объяснить, что он сейчас не прав, и он взрослый мужчина, и доктор детский, а это как бы ребенок, и ты как взрослый человек, ты должен как-то понимать, да, раз ты работаешь с детьми, какие они, психологию детей понимать, как они реагируют, как они воспринимают, почему этот ребенок плачет, почему он не хочет делиться сейчас на данный момент, может, ему как человек не нравишься, может, у него это последняя печенька, может, его раздразнили вот эти люди, которые, и то есть вот мне была непонятна позиция взрослого дядьки, врача, доктора детского, который вот так вот начал задирать моего ребенка, да, необоснованно и как-то некрасиво, поэтому вот что-то мне захотелось даже такой ситуацией поделиться, что я, по сути, как я же мать, попыталась объяснить этому доктору, что он не прав сейчас по отношению к моему ребенку, и вообще в целом, в принципе, в его позиции, ну, а так, в целом, жадность это неплохо, это нормально, просто, если вы считаете нужным, как-то объяснять надо ребенку просто, что ты можешь быть жадным, ну, то-то, то-то, ты можешь делиться, может, не делиться, ну, вот я вот так вот сейчас более спокойно воспринимаю, и если попытаются кто-то сказать или унизить моего ребенка в жадности, или зафукать то, что он жадный, ну, наверное, все-таки я буду защищать как-то корректненько, пытаюсь объяснять те же словами, как вот я сейчас рассказала, потому что это вот на детских площадках или там в компании даже близких людей, когда вот начинают такие происходить случаи, когда задирают за жадность ребенка, ну, это неправильно, почему-то же она образуется, эта жадность, чтобы сохранить себе жизнь, чтобы выбить свое, чтобы защитить свою территорию, свои вещи, это хорошая способность, но в меру, и нужно постоянно общаться на любую тему, то ли на тему жадности, то ли на любую другую тему с ребенком, они все понимают, и если им объяснять ценности и причинно-следственную связь, они все равно будут вникать и выставлять какие-то свои границы в жизни. Спасибо за внимание, всем до новых встреч, пока!